Доброе утро! Давайте начнем наше мероприятие, которое мы планировали провести. Ну да, коллеги, мы решили как-то так обозначить себя в конце года, что у нас уже такой юбилей намечает 2004 года. 16 лет, ни много ни мало, мы занимаемся вот этой самой тематикой ТАИР, техническое обслуживание, ремонт оборудования. Сейчас стали появляться современные подходы надежности, риски, предиктивная аналитика, цифровизация. И вот как раз хотелось бы поговорить наш опыт, наши подходы вообще к проектам, к теме их реализации. Ну и рассказать о себе, напомнить, что мы на рынке есть, с нами можно общаться, можно, соответственно, проходить некие обучающие курсы на нашей компании. То есть рассказать о себе. У нас есть план, собственно, краткая компания, но элементарное управление ТАИР, у нас есть своя методика, своя методология, как мы видим вас, клиентов, ваши проекты, ваши проблемы, ваши предприятия, с точки зрения консультантов. Ваши, так сказать, идеи, задачи мы структурируем, и это нам позволяет решать достаточно разнообразные задачи методом таких вот элементов. Опять-таки, кратко так подведем итоги нашего года, то есть наиболее интересные проекты, которые были и которые сейчас в активной фазе реализации. Ну и там в конце, поскольку такая сейчас ситуация у всех непростая, мы расскажем, как мы трансформировали свое обучение, обучение специалистов, именно менеджеров и специалистов в области планирования, целого ремонта, управления надежностью, цифровой формат. Я думаю, будет интересно, как мы это сейчас делаем, то есть какие у нас там подходы. Ну и последнее, мы вас просили заранее писать свои вопросы, пожелания. Ну и в конце будет возможность увидеть ответы, те, кто успел их заранее написать, какие-то наши ремонтарии, как мы это видим. Ну да, кратко, меня зовут Дмитрий Складцов, гектар по развитию, компании, простых нет. Кратко о компании, я думаю, что материалы есть на сайте, можете открыть, почитать. Есть новый там дизайн нашего сайта, можно обратиться к нам по почте. Поэтому сейчас такие общие вещи. Многие, наверное, не ожидают, что есть, не ожидали, что есть компания, которая так и называется, что вот простоев нет. Именно с точки зрения тех направлений простоев, которыми мы и вы, наверное, боретесь. Опять-таки, на наш взгляд, что самый критичный ресурс, критический, это не деньги, не какие-то там общасти, а именно время. То есть, если вы потеряете время, то вы, соответственно, за это время не произведете продукцию, не получите прибыль. То есть, все эти вещи экономические, технические, они являются уже последствиями того, что вы это время неэффективно используете. Ну, собственно, поэтому простоев нет. Опять-таки, с точки зрения больших и разных проектов, мы структурируем наше понимание простоев в такие вот категории. Самый, скажем так, неприятный, простой, когда вы планируете выпуск продукции, некая технологическая система должна выпускать эту продукцию. Если она простаивает, то ваши потребители, ваше руководство, ваши акционеры, они не получают, собственно, технологической мощности. Были там вопросы заранее, то есть, как учитывать простой систем, как их там управлять. Но пока мы говорим о фиксации, что простой технологический систем, они самые неприятные. Значит, поскольку система технологическая состоит из оборудования, вот как раз все наши ремонты, отказы, собственно, происходят на уровне конкретных железок, мы говорим об оборудовании. И простой конкретных единиц, они тоже являются, так сказать, предметом управления. Как они связаны с технологической системой, это вот как раз чуть попозже поговорим. Есть разные подходы к описанию вот этих иерархий оборудования, включения их в систем, и, соответственно, управления этими процессами надежности системы. Опять-таки, многие забывают про то, что у вас на финале, как бы, ваш заказ на ремонты оказывается в руках конкретного человека. Соответственно, слесарь, сварщик, монтажник – это люди, которые непосредственно выполняют работу по ремонту, обслуживанию. И его время работы является тем самым ресурсом, которым вы должны управлять. Любое простое – это неэффективное использование рабочей силы. Сейчас тенденция на рынке и в проектах – это управление на уровне смены. То есть мастер и слесарь, они получают задания непосредственно на дни, на часы своей работы, но в некоторых компаниях – на минуты. Вот пять минут протереть корпус насоса является бескрепностью планирования в некоторых компаниях. Простой ИТР, ну, ИТР в старой такой терминологии – это инженеры, которые, собственно, действительно управляют рабочей силой. Соответственно, если у них нет инструментов, то есть они занимаются поиском запчастей на складе, ищут какие-то документы, чтобы там принять решение. Мы считаем, что это неэффективное использование времени инженера. Простой инструмент, понятно, да, если у вас инструмент дорогой и высокопроизводительный, он простаивает, вы просто теряете его мощность как инструмент. Много вопросов, почему-то механики в основном занимаются закупкой, точнее, заявкой запчастей. Как же нам спланировать запчасти, если их нету, и нам не дают там что-то купить вовремя, от нужного поставщика. То есть, с одной стороны, да, с другой стороны, когда вы закупили себе эти вот СТМЦ на склад, они начинают простаивать, и всегда есть дилемма – купить побольше, пускай лежит, либо поменьше, но не хватит в момент, когда это нужно. Ну и самая, так сказать, высшая степень простоев, когда у вас высшее руководство, там, техническое руководство, финансовое, они простаивают, то есть, они не знают, какое решение принять, потому что просто нету информации корректной для принятия решения. Любые ошибки на этом уровне, они, соответственно, транслируются на всю организацию. Вот такое длинное вступление про простое, соответственно, чтобы понять, чем мы занимаемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...